Казанский университет Казанский университет Все подробности далее При участии ректора Ильшата Гафурова на встрече подвели итоги стажировки, прошедшей в Казанском университете с 1 по 4 марта для участников образовательной программы «Лидеры научно-технологического прорыва», куда вошли представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Московской школы управления Сколково, федеральных вузов и другие. В рамках стажировки участники разрабатывали различные решения и рекомендации по улучшению позиций вуза в мировых рейтингах, которые и были представлены на заседании. Во время своих докладов гости также поделились впечатлениями о Казанском университете. Я еще раз хотел бы поблагодарить организаторов за предоставленную возможность познакомиться с лабораториями, со структурой вуза, узнать некие цифры, логику развития. Мы, например, я лично для тебя почерпнул очень много интересных таких аспектов. Также с докладами выступили заведующие лаборатории строения поверхностных слоев Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина Российской Академии наук Николай Поляков, а также начальник управления индивидуальных образовательных траекторий Тюменского государственного университета Надежда Федорова. В завершении участники стажировки смогли задать интересующие вопросы ректору Ильшату Гафурову касаемо дальнейшего развития Казанского университета. Я думаю, для вас, если вы увидели наши потенциалы, лабораторию, мы готовы к сотрудничеству. Ладно, я всегда открыт. Диана Жиленкова, Виолетта Басова, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюс. Казанский университет объявляет конкурс на соискание медалей при имени имени Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. В конкурсе могут участвовать российские и зарубежные ученые персонально. Медаль имени Лобачевского, а также денежная премия, в 2021 году ее размер составляет 75 тысяч долларов США, присуждается один раз в два года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня. Один из наиболее авторитетных рейтингов университетов в мире, Куаквирали Саймонс или QS, опубликовал рейтинг, по результатам которого Казанский университет значительно улучшил позиции. Все подробности далее. Казанский университет позиция, то сейчас это 101-150. То есть мы, это очень важно, это означает, что мы вплотную приблизились к, ну скажем, к высшему эшелону, к первому кварталю. Это 100 ведущих университетов в этой части. Значительно улучшены позиции в дисциплине нефтегазовое дело. 51 место в мире и третье в России. Лингвистика – позиция 151-200. Математика – 251-300. Экономика и эконометрика – 301-350. Отметим, что Казанский университет представлен не только в 13 дисциплинах, но и в трех предметных областях. Искусство и гуманитарные науки, социальные науки и естественные науки. Была самая сложная и трудноуправляемая часть в этом рейтинге. Все, что было связано с академической репутацией. Наши инициативы по проведению специализированных форумов Times Higher Education, а также в области педагогики, нефтегазового дела, с привлечением ведущих консультантов, экспертов и компаний, начали давать свои результаты. В Казанском инновационном университете имени Тимирясова в рамках 9-го конгресса студентов Республики Татарстан состоялся круглый стол. О том, как решались вопросы жилья и трудоустройства, смотрите в сюжете. Сегодня студенческий конгресс позиционируется как площадкой для разрешения тем социального самочувствия, финансирования организаций и поддержки молодежных инициатив. На круглом столе обсуждался вопрос предпринимательства и трудоустройства среди студентов. Круглые столы помогают нам увидеть, какие запросы у молодежи и оперативно на них реагировать. Я не могу ответить за все Министерство молодежи. Я знаю, что в Куфу очень сильный центр тудоустройства. Я о нем знаю еще даже, когда я сама была студенткой. Ну и в целом сам ВУЗ, который дает такие крепкие фундаментальные знания. Я думаю, что этот баланс партнерства, когда дают крепкие знания и возможность для реализации, дают хорошие результаты. Одной из тем, которые обсуждались на предыдущих круглых столах, стал дефицит мест в общежитии и комфортность проживания студентов в татарстанских вузов. Нам не удалось найти какое-то золотого решения, волшебной пилюли, которая и обеспечила бы студентам комфортными условиями проживания, и при этом входила в реальную картину нашего мира. На этих же круглых столах прозвучала идея создания межвузовского общежития в городе Казани при поддержке правительства Татарстана с выделением земли под строительство и привлечением инвесторов. В любом случае, за любые идеи, которые будут способствовать благополучию молодежи, понятно, что этот вопрос очень сложный, требует тщательной проработки, поэтому прям так сразу сходу трудно сказать, что он нам появится, потому что вчера уже начали обсуждать, как далеко оно будет находиться от вузов, и как будут делиться количество студентов, но я думаю, что это вопросы, которые еще далеко впереди, а пока нужно начинать с начального этапа, думать, насколько ли вообще в наших условиях, когда пандемия, когда у нас это экономическое положение достаточно сложное, думать о том, как реализовать те запросы, которые есть. Итогом Конгресса станет соглашение между правительством Татарстана, Советом ректоров высших учебных заведений Республики и Лигой студентов. Ариадна Кугушева, Радик Загидулин, Ленардо Влетьяров, Универньюс. В научном центре мирового уровня исследуют влияние эффектов смачивания на эффективность добычи углеводородов. Все подробности в следующем сюжете. Доцент кафедры математических методов в геологии Тимур Закиров рассказал, что краевые эффекты смачивания оказывают прямое воздействие на коэффициент извлечения углеводородов. Несмотря на то, что этим исследованием занимаются во многих лабораториях мира, им удалось выявить ключевые аспекты, которые определяют новизну исследования. В чем они заключаются? Во-первых, мы исследуем динамические режимы течения. То есть такие режимы течения, которые зависят от поверхностного натяжения, вязкости флюидов, скорости нагнетания или перепада давления между скважинами. Основная прикладная применимость данных исследований заключается в том, что по их результатам ученые могут подобрать наиболее эффективный режим разработки нефтяного или газового месторождения, а также обосновать тот или иной метод применения увеличения нефтеотдачи. Вдобавок к этому мы исследуем влияние анизотропности и неоднородности порового пространства в сочетании с краевыми эффектами смачивания на коэффициент извлечения углеводородов. Данное направление актуально прежде всего в прикладной нефтегазовой промышленности. Елизавета Никитина, Булат Садыков, Универньюз. Как связана Казань с событиями 27 января 1945 года? Сегодня 125 лет исполняется со дня рождения героя-освободителя Освенцима Федора Красавина. По этой причине в Казанском университете состоялась большая беседа о Холокосте. Лагерь смерти Аушвиц. Фабрика по сортированию, уничтожению и утилизации людей. Более одного миллиона узников Освенцима было вытравлено в газовых камерах, расстреляно или отдано на медицинские эксперименты. Только 700 тысяч заключенных удалось освободить Красной Армии 27 января 1945 года, которая онемела от увиденной картины. Люди здесь превратились в полуживые скелеты, а крематориях – недогоревшие останки погибших от циклона B. Трудно поверить, что на такое способен человек. Это обычные студенты. Помнят ли они о Холокосте? Кто такая Анна Франк? Я не знаю. Понятия не имею. Что такое Освенцим? Освенцим – это концлагерь. Не знаю. А это Илья Альтман, основатель первого в Восточной Европе просветительского центра «Холокост». До него на эту тему не говорил никто. Я по-любому собирался немножко с вами поговорить, так как это около часа, оставив полчаса на ваши вопросы, возможно, комментарии. 30 лет профессор работает со студентами и преподавателями, ездит с лекцией по российским и зарубежным университетам, чтобы история не была забыта. Видите, многие очень подходят к истории, как к некому пугалу. Вот смотрите, как страшно это было, это может повториться. Мы выработали какой-то, наверное, другой метод. Посмотрите, сколько в истории положительных примеров. Вот я с выставкой, которая посвящена освобождению Аушвицца, объездил более 10 государств. Я говорил о том, посмотрите, 5 командиров дивизии, трое русских, один латыш, один украинец. Состав дивизии, представители 43 национальностей. Важно помнить не только, насколько бесчеловечен геноцид, но и тех, кто скрывал евреев от нацистов. Татьяна и Аделина по собственной инициативе еще в школе собирали информацию об одном из освободителей Аушвицца и пришли к неожиданному выводу. Получилось, что мы вышли на Федора Михайловича Красавина, поняли, что о нем вообще никто не знает. Федор Красавин, живший после войны в Казани, генерал-майор, который командовал 100-й львовской дивизии и освободил Освенцам 27 января 45-го года. Когда мы нашим коллегам из Дагестана рассказали о том, что командир полка, то есть самой 100-й дивизии генерала Красавина, был уроженцем Дагестана, то, в общем-то, с этого момента в Дагестане во всех школах действительно заговорили о Холокосте. Говорить о Холокосте и героях-освободителей надо. Во-первых, чтобы возродить забытых героев. Во-вторых, чтобы знать, как это было на самом деле. Анастасия Васютина, Ленар Давлитьяров, Универньюз. На этом все. В студии была Надежда Дик. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!